В Украине бум аферистов, пользуясь ситуацией в зоне АТО и проблемами людей с финансами, псевдоволонтёры и мошенники собирают у доверчивых украинцев пожертвования, а затем частенько просто исчезают. Правоохранители оказываются бессильны. Жертвами таких схем стали тысячи украинцев. Как отличить мошенников от настоящих благотворителей, разбирались мои коллеги. Нашумевшая история из Херсона. Псевдоволонтёр Николай Русавский собрал почти миллион гривен на рации для бойцов АТО. Обещал купить подешевле, однако оказался мошенником. Амуницию солдаты так и не увидели. Судебные тяжбы тянутся и по сей день. Очередная афера Ужгород. Злоумышленники под видом госструктур вымогали у предпринимателей деньги на лекарства для беженцев и атошников. Лишь после того, как один из бизнесменов обратился в полицию, вымогателями занялась СБУ. Однако найти их не удалось. Таких историй десятки. Тернопольская область. Мошенник украл 3,5 миллиона гривен, которые родственники собирали на лечение девочки больной лейкемией. В Ривненской области псевдоволонтеры собирали деньги якобы на лечение мальчика, получившего ожоги 70% тела, уже после того, как он скончался в больнице. В Золочеве в маршрутках собирали деньги якобы для больного мальчика, однако затем просто вынимали средства доверчивых горожан из боксов и забирали себе. С такими аферистами могла столкнуться и семья Полуляхова из Днепропетровской области. Летом этого года врачи поставили Сергею страшный диагноз – рак четвертой степени. Чтобы спасти отцу троих детей жизнь, потребовались заоблачные суммы. Однако у семьи их попросту не было. Наслушавшись истории о мошенниках, за помощью обратиться боялись, рискуя потерять и оставшиеся деньги. Однако помощь пришла. Мы обратились в фонд Владимира Митяна, в фонд «Возрождение». Сразу же приехали, нам сделали социальное сопровождение. С нами ездили по больницам, с нами сдавали анализы, с нами оказывали финансовую поддержку. Спасать человека нужно было срочно. Во-первых, что сильно, сильно, полностью опухшее лицо было. Лимфовы начали давить в горло, сжимать. Ну, короче, уже дышать не мог. Теперь Сергей идёт на поправку. Прошёл пять курсов химиотерапии. Это более ста тысяч гривен. Остался ещё один последний. Всё оплатил фонд. «Возрождение. Если бы не они, я бы, наверное, приписали, рядом и не стоял бы. Так что, потому что я был уже очень плохой. Я уже думал, что всё, уже не выживу. Но, в принципе, я бы не выжил без помощи фонда». Каждый месяц здесь помогают тысячам таких людей, говорит президент фонда «Возрождение» Виктория Мунтян. «Дети, которые больны, больны онкологией или больны ДЦП, и это пожилые люди. И мы понимаем, что это как две категории людей, которые, ну, скажем так, очень сильно нуждаются в помощи, и они менее всего защищены. Мы 56 различным медучреждениям на постоянной основе тоже помогаем, вешаем телевизоры, помогаем с определённым оборудованием для лечения». О псевдоволонтёрах и мошенниках здесь наслышаны. Чтобы не стать жертвой обмана, нужно в первую очередь смотреть на реальные дела, говорит Виктория. «Всегда вникнуть, действительно ли тот фонд, который обещает помогать, он это делает. И это, на самом деле, не сложно. При желании можно узнать, проверить, как этот фонд работает, что он на самом деле делает, правда это или не правда. Наш фонд, фонд Владимира Мунтяна, он очень прозрачный. В принципе, мы создали его, вот, значит, мы начали вот просто с нашей семьи». Людям здесь помогают уже более 15 лет. Покупают лекарства, оплачивают дорогостоящее лечение и операции. Кроме помощи онкоцентрам и детям с ДЦП, в фонде ежемесячно помогают и тысячам пенсионеров, предоставляя им продуктовые наборы. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер.